В Новосибирске прошел один из крупнейших в стране турниров по карате Кубок Маршала Покрышкина. За медали в трех видах программы боролись около тысячи спортсменов со всей России и команды из Казахстана. Об итогах турнира и его победителях расскажет Кристина Лата. Кубок Покрышкина проходит уже в 14-й раз. Сейчас это крупнейший турнир за Уралом. Название в честь маршала авиации не только для того, чтобы вековечить память знаменитого земляка, но и показать спортсменам пример для подражания. Они стараются тоже брать с него пример и показывать здесь все свои навыки, показывать свою волю, отвагу в этих поединках. То есть это не военные действия, но это спорт, где эти качества тоже присущи. Соревнования проходят одновременно на четырех татами. Это ката, демонстрация владения техникой. По словам спортсменов, тут главное настрой. Да, надо быть очень серьезным. Надо в голове представлять, что ты ведешь бой с соперником, а не ты сам просто делаешь. Сложно очень, сложно. Просто перед тренировкой чуть-чуть, ой, перед выходом чуть посмеешься. Все, сложно очень. Если в ката ты только представляешь соперника, то в кумите проводишь с ним уже реальный бой. Несмотря на перчатки и мягкие накладки на ногах каратистов, удары бывают очень весомыми. Поворачиваемся так. Если видим, не успеваем, получаем по лицу. Там зависит уже от участников, как они технику делают свою. Как они удар выполняют, так и оценки начисляют. Ката и кумите теперь олимпийские дисциплины. Выйти на татами в Токио и выиграть первую в истории олимпийскую медаль – мечта многих каратистов мира. Попасть туда могут и новосибирцы. Сразу два спортсмена из нашего региона входят в мировой ТОП-20. Есть Илья Гранавесов, который уже в десятку входит. Есть Гутник, который в двадцатку входит. Мы очень близки к тому, чтобы получить эту лицензию. Я думаю, что за следующие два года мы постараемся сделать все, чтобы эта лицензия оказалась у нас здесь, в Новосибирске. Победителем Кубка маршала Покрышкина в неофициальном командном зачете с большим отрывом стала команда Новосибирской области. Наши каратисты завоевали 41 медаль, 10 из которых – золотые. Кристина Лата, Алексей Баженов, Новость ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok